здравствуйте вот пришла я на участок где мы будем сажать картофель муж мне помог вот видите где полоски где вот без травы это вот сено лежала зиму видите не практически нету вообще так единичный сорняк который это нормально а вот где не лежал сами видите вот рядом дорожка и там сорняк вот он наметал не такие стажки сейчас я пройдусь и уберу там где мы будем сажать картофель уберу сорняки мы будем сажать в этом сезоне раньше мы по одной полоске делали вот видите да как вот видите по одной полосочке а вот где вот сорняк это были у нас дорожки но в этом сезоне мы решили немножко сделать по-другому погода холодная ветер очень холодный несмотря на то что вроде солнце небо вот такое вы сами видите какое в общем а завтра опять дожди погода в этом сезоне не знаем что когда будем успевать делать и по поводу посадок вот а в этом сезоне мы будем гнать по две полосы то есть у меня будет вот эта дорожка и две полосы картофель потом опять дорожка и две полосы картофель то есть вот сейчас я сюда иду на этот участок и подготавливаю водосты ну а здесь будет дорожка выпадает ничего страшного там нет что она выпадает так под это так что все приступаю к работе но от работа закончена выглядит это вот так в общей площади сейчас я вам покажу подальше отойду маленько конечно широкие полосы получились но мы по мере когда будем садить уже посмотрим отрегулируем я вот здесь попыталась расширить дорожку вот полоску провела дорожки между посадками картошки обязательно нужно оставлять широкие потому как ботва очень разостаивается большая ботва мощная получается кусты получаются очень мощные картошки поэтому половина прохода будет точно с одной и с другой стороны и будете где-то местами даже придется и перешагивать у меня там в одном видео один мужчина написал что зачем такие проходы вы оставляете потому что вот я покажу вас весь цикл выращивания этим методом постараюсь по крайней мере и вы увидите как она будет заползать на дорожке и будет сложно ходить даже такие широкие дорожки вот все это предусмотрено не зря ну в общем вот все теперь что осталось дождаться погоды сейчас у нас тут дожди уже идут затяжные очень холодные дожди и град был 7 числа нет не 7 7 был снег 7 мая 5-7 сантиметров составляла а вот когда 14 мая был град ужас ужас вон оклубники сейчас покажу вот видите градинки сейчас я их освободила вернее мне муж помог вот стошки сделал и немножко может солнышко вот сегодня прогреет землю и будем ждать чтобы хотя бы дня три постояла без дождя чтобы можно было ее смело садить и накрывать сеном потому что ну нежелательно чтобы сено во первых тоже будет влажно и водичная влага это тоже будет очень хорошо так ну все вот это первая часть подготовка почвы к посадке зимы к посадке картофеля под сеном вторую часть обязательно покажу как мы будем непосредственно садить ее всем всего доброго и до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok